А теперь посмотрим на слова, не заимствованные, а наоборот, исконные, славянские. Задача номер два – сербский язык и русский язык. Значит, в сербском языке буквы те же самые, та же самая кириллица, спасибо Кириллу и Мефодию. Ну, не столько Кириллу, сколько Мефодию, его ученикам, которые эту азвуку изобрели. Но вот в сербском языке есть такие звуки, которых нет в русском. Это звуки че и де. Че и де. Вот свеча по-сербски произносится как свеча. То есть там вот это те очень мягкое. И оно записывается особой буквой, чтобы отличаться от обычного че, которая в сербском твёрдая. И у этого мягкого-примягкого че есть звонкая пара дже. И она записывается такой же буквой, похожей на английское h, только ещё хвостик снизу. Видите? Краджа – это кража. И вы, наверное, можете заметить, что русскому че иногда соответствует че, а иногда соответствует вот это вот особо мягкое че. Точно так же и русскому же иногда соответствует сербское тоже же, а иногда вот это вот супермягкое де. Вопрос когда? По-моему, после гласных е и а. Что после гласных? Нет, смотрите. Есть свеча, которая в сербском соответствует свеча, а есть свеча, который в сербском соответствует свеча через че. Так что идея, что после какой-то гласной или перед какой-то гласной не проходит сразу. Ну, тут можно поступить так же, как мы делали в предыдущей задаче, а именно выписать в два столбика. В первый столбик мы выпишем соответствие, когда русскому че соответствует сербское че, а во второй столбик мы выпишем соответствие, когда в обоих языках мы наблюдаем че. Соответственно, в первый столбик мы выпишем слово свеча, а во второй столбик слово сеча. В этот столбик мы выпишем еще слово «хочешь», а в этот столбик мы выпишем слово «поблачешь». Кстати, чем еще, кроме вот этих вот удивительных звуков? Да. Во-первых, мягкий знак на конце не пишется. А во-вторых, что еще? Да. Может быть, а вот как? Заменяется стражиш, стражиш, моложе, моложе. Бегло. Это не совсем беглое гласное. Ну, что? Ого и сочетание ого и ого меняются на сочетание ла и ла. Может быть, кому-то в школе называли, как такое называется, полногласие и неполногласие. В русском языке мы имеем на этом месте два гласных, оро или оло, а в сербском языке, так же, как и в церковнославянском языке, мы на этом месте имеем ра и ла. И на самом деле в русском языке очень много заимствований из церковнославянского. Вот когда вместо золота где-нибудь в поэзии получается злато, над которым там Кощей чахнет, помните? Или вместо молодости получается младость, вместо города получается град, то это как раз заимствование церковнославянского языка, в котором точно такие же рефлексы вот этих сочетаний, как и в сербском. Так что в данном случае проблем у нас быть не должно. Соответственно, в слове горожане что будет вместо оро? Да, будет ра. Дальше мы пропускаем пока эту букву, потому что мы не знаем, какая будет. Остальное останется как было. Да, мы не знаем пока что будет ч, мягкого знака до конца нет. Дороже вместо оро будет ра. Теперь все-таки надо понять, какую же букву писать. Ж или Д, Ч или Ч. Давайте подумаем. Да, вы уже подумали и придумали. У меня есть предположение, что это зависит от того, вот глагол это существительная или сравнительная степень. То есть в глаголе Ж переходит в Ж, Ч переходит в Ч. Или в Ч. Да. Хотите в это, хотите в это. А в существительном хотите в это, хотите в это. Нет. Извините, ваша гипотеза не подтвердилась. Она не выдержала проверку фактами. Так бывает. Другие гипотезы, пожалуйста. Да, ну хорошо. В зависимости от того, какая классная стоит после нее. Да, вот если стоит А, то бывает так, а бывает так. А, да. Да, хорошо. А может быть перед Ч или какая-то буква, стоит перед ней какая-то гласная. Да, а вот Е стоит, бывает так, а бывает всяк. А перед ней еще должны стоять две. Ага, а если слово начинается ноля и кончается нагушка, то тогда правило совсем другое. Нет, правило, вот правило типа, если слово начинается ноля и кончается нагушка, то вот таких правил в языке не бывает. Потому что есть, конечно, слова, которые мы просто помним. Просто как запомнили, так и употребляем. Но огромное большинство слов нашего родного языка мы пока учились говорить, просто ни разу не слышали. И нам надо их как-то сказать. Нам надо понять, как они будут говориться. Поэтому правила всегда такие, чтобы можно было новое слово прогнать через это правило и получить то, как оно произносится, что с чем чередуется, как оно склоняется, или как оно спрягается. Да, кстати, что с чем чередуется. Это была маленькая-маленькая подсказка. А просто он тоже может попробовать отвечать. У меня нет версии про звук Ч, но про звук Ж у меня есть версия, что зависит от того, с чем чередуется Ж. С звуким или со звуким согласным. Например, бежишь, бег, звук и согласный, Г. Ага. Прошу прощения. Я тут вас немножко прерву, потому что я хочу, чтобы младшие участники нашего семинара успели додумать эту мысль сами. Вы уже начали. А я хочу, чтобы ребята ее додумали до конца. Итак, что с чем чередуется? Бежишь. Это Ж из чего? Да. Из звук и согласный. Из какой? Бега. Бега. Да. То есть здесь у нас где-то в глубине души в этом корне есть согласная Г. Бег, бегу, бегая. Да? Бежишь. Здесь какая согласная у нас есть в этом корне где-то там в глубине души? Ч. 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 Стеречь. Ну, показатель... Это слившаяся, это согласная с показателем неопределенной формы. Скажем, вот так. Стерег. Стеречь. Г. Да, это слилась эта согласная, которая заканчивает корень с показателем неопределенной формы. Получилось Ч. А что за согласная-то была? Г. Да. Где мы ее видели? Стерег. Да, стерегу. Да? То есть здесь тоже было Г. А вот здесь? Красть. С. Т. Красть. Красть. Я крату. Это С. Я красу. Нет. Я у вас у красу сейчас какую-нибудь... Краду. Я у красту сейчас у вас какую-нибудь ручку. Да. А. В. Д. Д. Да? Краду, крадешь, крадет. В русском языке чередования велики и обильны. Не попадайтесь на эту удочку. Здесь? Молодой. Молодой был. Д. Д. Молодость. Здесь? Сейчас. К. К. Да. Сек. Сек. Секу, да. Здесь? К. Велок. Да. Влекли волок. Волоку. Да. Здесь? Т. Свет, наверное. Т. Свет светить. А вам хотеть? Хотеть. Что? Хотеть. Хотеть. Т. Да. Тоже кто? Т. А теперь посмотрите на это внимательно. Т. Отец? Если звонкая, то пишется та самая буква, а если это уходит? Да неужто. Вот у нас звонкая, а буква та же самая? Нет. Нет. Ну-ка сформулируйте кто-нибудь как следует. Вы хотите сформулировать, но давайте сформулируйте кто-нибудь как следует. В каком случае у нас будет та же самая мутва, а в каком – другая. Да? Если в русском слове есть слово, в котором чедущая взястная Д, тогда из Ч пишется Ж. Ч. Как-то вот за аккуратную формулировку это, пожалуй, не сойдет. Ну давайте. Звонкий-звонкий, а глухой в глухой. Звонкий-звонкий, а глухой в глухой, да, абсолютно правильно, очень хорошо. А когда у буквы та же самая, а когда другая? Да. Если для Ж, то если глухой, то будет так, когда пишем. Нет, если для Ж, то глухого не будет. Потому что, как только что сформулировала ваша соседка, глухому будет соответствовать глухой, а звонкому-звонкий, да. Если в русских словах согласная в форме КГ, то остается то же самое. Да. А если Д или Т, то она меняется. То она меняется. Хорошо. А теперь давайте посмотрим, что у нас получится. Итак, горожане. Здесь какая согласная в корне? Нять, нять. Да, потому что это город городской, да. Значит, здесь, соответственно, будет вот эта вот хитрая буква. Учишь. Какая здесь согласная в корне? Уч. 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 Нет, учить – это неопределённая форма. Уч. Нет, урок – это вообще другой корень. Наука. Точно. Точно, наука. Отлично. Значит, здесь через К, значит, буква та же самая. Дороже. Какая здесь согласная в корне? Г. Г. Значит, буква та же самая. Круче. Г. Круче. Нет, круче. Круче. Круче на столько горы. Т. Крут. Да, крут. Крутой. Поэтому, соответственно, здесь будет хитрая буква. И, наконец, горче. Горький, правильно, здесь К. Поэтому, соответственно, Ч останется как было. Вот. Ну, действительно, Г и Д, К и Т – это разные звуки. В русском они превратились в одно и то же Ч. А сербский вот различает. Ну, имеет право. Но, действительно, смотрите, когда мы выписали на два столбика и разобрались, у нас получилась очень красивая табличка. Да? Звонкие соответствуют звонким, глухие глухим. Г и К сохраняют ту же самую букву, а Т и Д превращаются действительно во что-то более хитрое.